Новосибирец, который после семейной ссоры поджег свой дом вместе с родными, суд арестовал на время расследования. Мужчина заявляет, что не хотел никого убивать, а все, что произошло, называет неудачной попыткой самосожжения. Так ли это на самом деле? Сейчас разбираются следователи. Слово Павла Тюнову из Новосибирска. У него сильно обгорели руки и плечи, огонь частично повредил голову. 40-летнего Юрия Касимова в зал суда доставили прямо из больничной палаты. Медики говорят, жить будет. Обожжено всего 20% тела. В то время как жена Касимова сгорела заживо, а трехлетняя дочь и теща до сих пор в реанимации. Меня гоняли. Я сказал, что я не уйду, останусь здесь. Я хотел жить себе, я не хотел убивать никого. Я обливал себя и поджигал только себя. Все началось на юбилее у родственников. Касимовы всегда производили впечатление счастливой семейной пары. Но на том празднике поругались. Дома ссора разгорелась с новой силой. В итоге, по словам Касимова, он взял канистру с бензином, облил себя и чиркнул спичкой. Пламя внутри вспыхнуло в одно мгновение. Причем первым из горящего дома выбежал как раз Юрий Касимов. Он позвал соседей на помощь. И пока люди помогали выбраться из огня пенсионерке и маленькому ребенку, сам поджигатель в это время уже прятался на территории больницы. 32-летней Оксане Касимовой выбраться не удалось. За жизнь девочки, у которой обгорела половина тела, и пенсионерки с ожогами 90% борются медики. Реанюционные мероприятия проводятся до сих пор для тех, кто в этом нуждается. Именно по ребенку и по женщине. Я, наверное, больше не буду ничего добавлять. Для сотрудников больницы трагедия особенно близка. Все участники семейной драмы – их коллеги. Оксана Касимова работала акушеркой, ее мать здесь же трудилась с нянечкой, сам поджигатель – бывший водитель машины скорой помощи. Вину он полностью в своем преступлении признал, раскаялся, готов сотрудничать. По делу назначен ряд судебных экспертиз. Специалисты должны выяснить, не был ли Касимов в состоянии аффекта. Мог ли отдавать отчет своим поступкам, когда решил сжечь самого себя. И можно ли считать это попыткой самоубийства? Если мужчина действительно хотел уйти из жизни, то почему в огне он пострадал меньше всех? Павел Теунов, Максим Федосеев, Дмитрий Кабанов. Новости здесь Новосибирск.